В Самаре открыли движение трамваев по улицам Врубеля и Гаражной от Поздникова Оврага до Дома Печати в оба направления. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. В столице региона в девятый раз прошла всероссийская акция «Ночь кино». Площадкой стал музей Эльдара Рязанова. Здесь прошли мастер-классы, ридинг-группы, лекция московского киноведа Всеволода Коршунова, концерт джазового коллектива и пешеходные экскурсии по мотивам фильма «Берегись автомобиля». На площади Куйбышева состоялся турнир по баскетболу 3х3 «Самара Опен» в памяти заслуженного тренера России Юрия Тюлейнева. Участие приняли 343 команды из Самарской области и других регионов страны. Крылья Советов встретились в Самаре с командой из Нижнего Новгорода. Матч шестого тура российской премьер-лиги завершился со счетом 3-1 в пользу самарцев. Следующий матч пройдет в Москве 28 августа со столичным «Динамо» начала в 20.30. В Красноярском районе Самарской области в ДТП погибла 13-летняя девочка. Ночью на третьем километре автодороги «Мирная Колодинка» неустановленный водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места происшествия. Идет проверка. Ночью Саратовскую область атаковали БПЛА. Системы ПВО ликвидировали 9 летательных аппаратов. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки от сбитых дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Пострадали 4 человека. В России с 1 сентября таксопарки будут оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. В случае аварии пассажир сможет получить до 2 миллионов рублей за причиненный вред жизни и 23 тысячи рублей за испорченное имущество. Полис необходимо сделать в течение 60 дней с момента вступления в законы в силу.